Добрый вечер. Добрый вечер. По прошлому вебинару по опорно-двигательной системе, сегодня тема будет коррекция функций почек БАДами НСП. Почки это настолько интересный орган, что часто мы незаслуженно их забываем в регуляции функций организма. И в частности почки относятся к системам, которые отвечают за выделительную функцию, то есть это и потовые железы, и кожа, и легкие, и в том числе кишечник, желудочно-кишечный тракт, и в том числе почки. Почки относятся к азотистому обмену. Это парный орган. Расположение почек, они расположены за пристеночным листком брюшины, это 11-12 грудной, 1-2 поясничный позвонок. Поэтому их легко найти. Особенностью строения почек мы сейчас на первом этапе разберем их строение, для того, чтобы понимать, как потом правильно помогать, для того, чтобы всегда был результат в коррекции их функционального состояния и правильной функции организма. Почки расположены таким образом, что они находятся в особом месте, в забрюшином пространстве, и почки, особенность этого органа заключается в том, что все органы кровь получают из крупных сосудов, в частности из аорты, опосредованно. То почки, они получают это непосредственно от брюшной аорты на уровне почек. Эта особенность нам пригодится для дальнейшего анализа функции почек. Так вот, это парный фасалевидный орган. Он функцию выделительную выполняет. И уникальность этой функции состоит в том, что почки, они в своем выделении выполняют настолько огромную функцию, что мы иногда даже не подозреваем этого. Для начала надо сказать, что почки за сутки перекачивают порядка двух тонн крови. То есть, если мы вдумаемся, это огромное количество. И из этих двух тонн крови, потому что почки фильтруют плазму крови, в первую очередь, только получается 180-200 литров первичной мочи и потом 1,5-2 литра мочи, просто той, которую мы уже выделяем. Разница огромна. И для того, чтобы понять, как происходит заболевание почек и как можно это корректировать, надо представить весь этот объем и настолько слаженно они должны работать и механизм. Как это все работает, мы сейчас разберем. Итак, почки выполняют несколько функций. Первая функция – это экскреторная или выделительная функция почек. Мы уже начинали говорить о том, что почки представляют собой такой механизм, который в первую очередь отвечает за фильтрацию плазмы крови, в частности, и кровь. Вторая их функция – это осморегулирующая, ионорегулирующая, эндокринная или внутрисекреторная, секреторная, метаболическая, и даже они принимают участие в кроветворении. Но если поставить функции почек в очередности, в которой они функционируют, то на первом месте идет именно экскреторная функция, а все остальные вытекают из первой функции почек. Как они это выполняют? Если мы возьмем строение почек, то они имеют очень интересное строение. И по большому счету почки – это огромная масса сосудов. Потому что представьте себе, такой огромный объем почек, для того чтобы огромный объем крови проходил через почки, надо какое-то гениальное изобретение для того, чтобы это все проходило. Такой мощный фильтр. Так вот, почки состоят из плотной фиброзной капсулы. Плотная фиброзная капсула – это защитная оболочка, которая держит это все вместе. Далее идет картикальный слой. Картикальный слой, по большому счету, это просто масса сосудов, которые входят в состав единицы, которая занимается этим. Она называется нефрон. Сейчас мы к нему вернемся. А после картикального слоя идет мозговой слой. Он заканчивается пирамидками. И на каждой пирамидке, на верхушке, есть отверстие, через которое по капелькам выделяется, собственно, уже та моча, которая после этого собирается в чашечки, потом выступает в лоханке, и выделяется через мочеточник в мочевой пузырь и выходит наружу. Так вот, особенностью строения почки картикального слоя в том, что эта масса сосудов, она не просто, как обычно, допустим, это почные артерии, которая кровь попадает под давлением из брюшной аорты в почки, и потом в венах происходит обмен, как, допустим, у легких, и выводится. Нет, тут есть очень сильная и большая особенность, которая определяет их строение. Так вот, нефрон. В нефроне самое интересное то, что есть приносящая и выносящая артерия. И клубочек, который находится перед вносящей и потом в выносящей артерии. Это особенности именно кровеносной системы. Если разобрать строение именно клубочкового аппарата, еще надо сказать, что нефронов миллион в каждой почке. Казалось бы, 2 миллиона нефронов – это огромное количество фильтров. Но мы не будем забывать о том, что постоянная функция, они постоянно работают всю жизнь. Это большой промежуток времени и такая нагрузка, и при этом они остаются, берем в идеале, практически здорового человека, функционально способными. То есть коэффициент полезного действия почек очень высокий. Так вот, приносящая артерия и выносящая артерия, они выполняют функцию именно, как правильно можно фильтровать плазму крови. Потому что именно этот механизм находится в корковом слое и огромное количество, практически процентов 80 и более, именно нефронов расположены в корковом слое. Следующий слой, который идет после коркового – это мозговой слой. Он устроен таким образом, что это пирамидки, которые впадают уже в чашечки, которые сливаются в лоханки. Так вот, после того, как плазма крови попала по приносящей артерии в клубочек, там происходит фильтрация. Сейчас мы разберем, как она происходит. Потом выносится и попадает в собирательную трубочку. Вот эта собирательная трубочка – это вообще уникальная вещь, поскольку если разложить ее, то получается у человека где-то порядка 100 километров этих трубочек, которые выполняют функцию именно собирания мочи и выделения ее. И в результате… Сейчас мы немножечко дальше пойдем. Вот мы разбираем два вида нефрона. Картикальный нефрон, который расположен именно в корковом слое. И небольшое количество нефронов, которые расположены в мозговом слое. Так вот, эти особенности именно нефронов в этом – это так называемая петля Генли. Генли – это был такой патологоанатом, немецкий ученый, он ее открыл. Забегая наперед, сразу же скажу, что есть еще юкстагломерулярные нефроны. Они расположены чуть дальше, уже в мозговом слое. И у них есть функция при определенных сложившихся обстоятельствах обмене веществ в организме, они начинают вырабатывать ренин. Ренин – это гормон, который приводит к повышению артериального давления в определенных случаях. Иногда это даже приводит к вторичной гипертензии, к повышению артериального давления. Зачем мы так детально это все разбираем? Для того, чтобы понимать, как потом препараты, НСП, это можно регулировать. Сейчас мы посмотрим на петлю Генли. Итак, петля Генли – это часть нефрона, соединяющая максимально гистальные канальцы. В чем его особенность? Дело в том, что плазма крови, она имеет огромное количество питательных веществ. И представьте себе, если бы все эти 200 литров первичной мочи просто человек уходил. Есть такое заболевание – несахарная моча изнурения. Так вот, человек может выдавать мочи до 20-25 литров в сутки. Так вот, петля Генли устроена по противоточному механизму. То есть, когда туда попадает плазма и первичная моча, все полезные вещества, они остаются у нас в организме. А все токсичные вещества, в частности аммиак, индолы, они все уходят. Почему? Потому что в канальцах и в петле есть механизм сохранения или удаления этих веществ за счет молекулярной массы. Допустим, если это будет глюкоза, когда часто по моче судят о том, что у человека наблюдается сахарный диабет. Когда появляется сахар в моче, но глюкоза имеет определенную молекулярную массу. И вот размер, который, размер мембраны и петли Генли, он позволяет либо до определенного предела не выделять глюкозу. Но если есть такие пороговые величины, когда это уже не может механизм сработать, тогда появляется в моче сахар. И таким образом мы видим, что уже есть перенапряжение функциональных систем почки. Так вот, осмос является одним из уникальных изобретений для почки. Почему? Потому что, когда первый раз первичная моча образуется, она попадает в капсулу шумлянского боума. Ее особенность в том, что она имеет двухстеночный компонент и осматическое давление там создается, которое позволяет выделять неправильное вещество, а правильное сохранять. Особенность гистологически, еще есть такая особенность, что нисходящий отдел этой петли, она такая длинненькая, иногда в корковом слое попадает прямо аж до конца этой пирамидки, где выделяется моча. Так вот, там разный по высоте эпителий. И за счет этого разного эпителия, разная фильтрационная способность, и за счет этого тоже механизма осуществляется задержка правильных веществ, выделение неправильных. Самым, как бы, неправильным механизмом, который, ну, большинство людей страдает в нашем мире, это мочекаменная болезнь. Или нефролитиазис еще называют ее. Мочекаменная болезнь, она связана с тем, что, ну, много факторов на это влияют, но в первую очередь это, конечно же, неправильное питание и образование в начале песка, потом и камней в почках. Сейчас мы перечислим эти заболевания, потом конкретно будем разбираться с каждым из них. Итак, мочекаменная болезнь, второе это пиланифрит, третье это гламеруланифрит, это три оставленных. И как бы, и те, которые вытекают из них, это гидронефроз. Это когда гидронефроз, это когда почка расширяется настолько, что в результате механических каких-то задержек или воспалительного процесса, когда выделение функции, выделение мочи затруднено. И тогда почка увеличивается в размерах, и получается, что моча не может выделяться, идет увеличение в размерах, и тогда возникает боль. Потому что в нормальном состоянии, если не брать выделение песка и камней из почки, почка не имеет внутри лоханки нервных окончаний, поэтому почки не болят. И это, с одной стороны, это неплохо, а с другой стороны, это опасно. Почему? Потому что выделение... Немножко у меня тут время что-то, как-то странно пишет, ну ладно. Мочекаменная болезнь, в первую очередь, она связана с неправильным обменом веществ. И питание, при разного вида и характера песка, мы разберем сейчас, какое питание должно быть, и в каком ракурсе надо оказывать помощь. Так вот, пилонефрит, он бывает двух типов. Пилонефрит, это тот, который воспалительное заболевание или злокачественное протекание, он связан с инфекцией почек. Он, вообще, с перевода греческого, пилос, это гнойное нарушение. И поэтому пилонефрит, он, в данном случае, в злокачественной форме встречается не так часто. А вот пилонефрит, который обусловлен отложением песка в лоханке, из-за этого раздражения, расширения лоханки и, как следствие, безмикробное или асептическое воспаление, такая форма пилонефрита встречается намного чаще. Гламерулонефрит, это более серьезное, ну, нельзя сказать, что более серьезное, но заболевание, которое приводит более часто к инвалидности и к сильным нарушениям. И, как крайний вариант, к очной недостаточности, которая возникает в результате этого заболевания. Так вот, сейчас мы вернемся к функции почек. Так вот, экскриторно-выделительная функция почек, когда нам говорят о том, что существует масса мнений, сколько пить, много пить воды, мало пить воды. И, в принципе, мнений много, и для того, чтобы обосновать это правильно, для того, чтобы это не было как-то придумано или притянуто за уши, вначале мы разберем механизм, как происходит вообще выделение мочи или фильтрация мочи из плазмы крови. Смотрите, при попадании, когда человек, допустим, пьет много, или когда человеку капают, ну, допустим, вот в стационарах, в больницах вводят внутривенно большое количество жидкости. Удивительно то, что организм так устроен замечательно, что когда попадает большое количество жидкости, то не вся жидкость идет в кровенослое русло. Оно откладывается в межтканевой жидкости между тканями и только потом усваивается организмом. При этом выделительная функция почек заключается в том, чтобы вывести неправильное вещество даже из тканей. Так вот, при попадании больших количеств воды в организм, кровеносное русло, почка начинает работать таким образом, что большая часть воды выделяется, не нагружая весь организм. Каким это образом происходит? Механизм попадает в жидкость, повышается артериальное давление из-за увеличения объема циркулирующей крови. Когда повышается давление артериально, повышается давление в клубочках или в фильтрационном элементе почки, часть нефрона, мы разбирали, что это клубочек, приносящая артерия и усиливается выведение мочи каким образом? Там в самой почке есть прессорецепторы, потому что в организме все происходит не само по себе, а при помощи воспринимающих рецепторов, которые сигнализируют в головной мозг центр управления о том, как это происходит. Что в организме сейчас происходит? Когда прессорецепторы, происходит давление из-за повышения давления, то прессорецепторы сказываются на тонусе артерио и приток крови в приводящие артерии клубочков, и таким образом увеличивается количество мочи. То есть, допустим, организм даже, вы пьете воду через желудок, она попадает, при большом количестве автоматически включается рецепт, механизм выведения мочи, если ее чрезмерное количество. Поэтому, как это говорится, перепить воду сложно, практически невозможно. Но существует момент еще, и мы разбирали в самом клубочке, есть осмос, при помощи которого происходит фильтрация полезных элементов, а неполезные вещества, которые отравляют, которые не выводят из организма. Здесь большое значение имеют именно осморецепторы, которые воспринимают именно разность давления. Когда осморецепторы получают больше импульс, частота нервных импульсов, которая есть в почке, увеличивается, и возрастает секреция антидиуретического гормона. Есть такой гормон антидиуретический, который выделяется в регулятор гипофиз. И вот этот гормон, он берет и понижает количество обратного всасывания воды в петле генли, которую мы только что раздирали. И в трубочки моча поступают уже не в таком количестве, то есть более идет сохранение. В том случае, допустим, если человек пьет мало воды. Но человек же пьет мало воды, и никто же не умирает. То есть все равно человек продолжает жить. Но тут имеется особенность. Когда антидиуретический гормон начинает выделяться, тогда моча становится более концентрированной. Когда человек мало пьет, моча более темного цвета, и концентрация увеличивается. Но таким образом, при малом количестве воды, все полезные вещества за счет меньшего выделения мочи сохраняются в организме. То есть при обильном питье, частота нервных импульсов уменьшается, и поэтому количество мочи больше. При, когда человек пьет мало воды, частота нервных импульсов повышается. И таким образом выделяется больше мочи. О том, что мы говорили о веществах, которые имеют молекулярную определенную массу. Для почек это очень важно. Есть там такой фермент, который отвечает за регуляцию гиалуронидаза. Он отвечает за обмен по гиалуроновой кислоте. Сейчас, может, все вы знаете, на слуховую, именно в косметологии это все. Но в почках, что делает гиалуроновая кислота? Она расширяет поры. И таким образом повышает поверхность, которая может вмещать или всасывать мочу. Так вот, когда этот фермент выделяется в больших количествах, канальцы становятся более пористыми. И таким образом вода всасывается в больших количествах. Если же фермента мало, тогда всасываемость или фильтрация снижается. И большая часть воды, и в частности, имеется в виду полезные вещества в плазме крови, сохраняются, не выделяются во внешнюю среду. А это, в свою очередь, зависит от состояния именно нервной системы человека. Сейчас мы разберем именно по гормонам, что наиболее влияет на именно состояние выделения мочи, и как это влияет на здоровье человека. Смотрите, образование. Мы сейчас берем эксцеллюторную функцию и, допустим, мочекаменный диатез или мочекаменная болезнь. Моча. В норме должна... Характера питания, который у человека есть, и физической нагрузки, и нервной нагрузки. Значит, когда человек ест много углеводной пищи, это щелочная среда. Когда много ест мясной пищи, это кислый баланс, PH. И если много физической работы, то это тоже кислый баланс. Вот смотрите, что интересно. Когда человек находится в состоянии стресса, два состояния – стресс и глубокий сон. В этот момент выделяется адреналин, имеется в виду состояние стресса. И адреналин, он приводит к тому, что спазмируется приносящая артерия. И таким образом мы блокируем лишнее выделение жидкости. То есть человек в состоянии стресса, опасности, либо это стрессы, связанные с нервным перенапряжением, человек начинает плохо ходить в туалет. А если он еще и не пьет при этом много воды, значит, организм начинает давать сбои именно в смысле выделения токсических веществ из организма. И поэтому при стрессе функция почек нарушается в сторону отравления. Во время глубокого сна, когда человек засыпает, функция мочевыделения тоже снижается. Но это компенсируется другими фазами сна. В начале сна, когда сон глубокий, но потом наступает поверхностный сон. И поэтому утром человек после сна продолжительно стремится быстренько занять место в туалете. Потому что вся накопленная моча хочет выйти наружу. Смотрите, и теперь мы разберем еще такой момент. В почечнокаменной болезни сам механизм образования, как образуется этот песок, а потом и камни. Всегда есть так называемая матрица. Она по исследованиям последним, которые провели, это, если вы помните, в школе были опыты, когда образование соли сразу маленький такой, как матрица, на которой потом накапливалось больше соли, и потом превращались в камни. В зависимости от концентрации солевого раствора. Так вот, вот этот пусковой механизм, он имеет характер белковых обломков белка или углеводов. Потому что функция протеолитическая в почках тоже есть. В частности, ферменты, о которых мы говорили, гигалуронидаза. Есть и другие ферменты, которые выполняют функцию очистки от этих обломков клеток. И когда регулярно идет песок из почки, нарушается pH-баланс в сторону образования песка, происходит постоянная травматизация эпителия почечных лоханок, и образуются так называемые обломки, которые образуют конгломераты, а после этого уже накопление солей, а потом уже идет и соли. Потом идут уже камни. Для того, чтобы этого не происходило, сейчас мы разберем характер камней в зависимости от питания. Если pH мочи до 6,0, то это у нас мочекислые ураты. Всегда в анализе микроскопии осадка мочи пишут уратный песок, а потом может быть уратные камни. Если pH 6,6,5, то это щавелево-кислые оксалаты. Оксалаты довольно часто встречающиеся. И когда pH 7,0 и выше, это фосфо-кислотные камни, которые являются очень трудно растворимыми камнями. Для того, чтобы избежать вначале, я приведу вначале такой случай, чем опасны почки. Вот смотрите, ко мне обращаются родственники, говорите, проконсультируйте молодой человек, 36 лет, и у него уже ставят хроническую почечную недостаточность. Ну, это близкие, знакомые люди, почти родственники. И когда взяли карточку амбулаторную, то есть запись, есть жалобы на заболевание почек, какое-то острое заболевание с температурой, потом все проходит, проходит лет 10, то есть это был подростковый возраст, и через 10 лет сразу хроническая почечная недостаточность. Какой механизм? Механизм состоит в том, что весь этот период человека это не беспокоило в основном. Он не обращал на это внимания. И как следствие, в этот процесс скрытый протекал, он обратился, когда уже очень сложно это корректировать. Поэтому профилактика почек, как любой выделительной системы, точно так же, как кишечник или легкий, является просто необходимой, и не надо ждать, когда это наступит, для того, чтобы потом что-то делать. В самом начале необходимо все это, делать профилактику еще в самом начале. Независимо даже от состояния почек, то есть профилактические назначения обязательны. А современного человека тем более, потому что что-что, но стрессы есть практически в жизни у каждого человека. Так вот, что необходимо делать для того, чтобы была профилактика, помочь и каменной болезни. Это правильное питание, достаточное количество воды, физическая нагрузка. И избегать переохлаждений. Почки, они не очень любят холод, практически. А точки переохлаждения организма, это стопы ног, ноги, это поясница, это кисти рук и голова. То есть лучше это все держать в холодное время года в тепле. И те, кто склонен к заболеваниям почек, желательно избегать морожевания и купания в холодной воде. Так вот, что надо избегать при уратах? Что нельзя есть, когда у человека уратный песочек вначале, даже не камешки. То есть нельзя бульоны, нельзя субпродукты, нельзя селедку, копчености, горчицу, перец и алкоголь. Но это те продукты, которые нельзя. При аксалатах нельзя кофе, кофе, какао, крепкий чай, шпинат, ограничение идет картофеля, моркови, бобов и томатов. Это самые основные такие продукты. Молочные продукты и фрукты это яблоки, груши, дыни. А вот арбузы можно практически при любых любом характере песка и камней в почках. Это такой продукт, который оказывает лечебное действие. При фосфатах и если присутствует кальциевый компонент, тогда нельзя молоко, яйца, опять-таки, бобы, но можно мясо, крупы, фрукты и минеральную воду. Минеральная вода в данном случае, поскольку почки это у нас азотистый обмен, и в основном они выводят продукты белкового обмена, в основном предназначены для этого, поэтому щелочная минеральная вода типа Боржоми, Лужанская, Поляна Квасова, ну или аналогичные воды, они все очень показаны к регулярному потреблению, но количество их не должно быть больше 200-300 миллилитров в сутки без газа. Ну и теперь, когда в основном мы разобрались, какова функция почек, сейчас, секундочку, тут еще интересный такой приготовил, как можно определить, значит, главная функция почек очищение от токсинов, которые возникают в результате обмена веществ метаболизма в организме. Как можно определить, плохая работа или нет? Самые первые признаки это темные круги под глазами, неприятный запах тела, слабость в ногах. Когда человек ходит, у него такая слабость есть в ногах, то надо обратить внимание на функцию почек. И неправильное питание, оно в данном случае является основополагающим, но к этому есть еще такая генетическая предрасположенность функций почек. И вот теперь мы переходим, поскольку мы определили точки, система мочевыделения это система, которая основана на очистке крови или плазмы крови от токсинов в почке при помощи сосудистой фильтрации, который состоит из нефронов. И вот когда человек долгое время из нефронов мозгового слоя образования мочи выведения. Еще раз напомню, 2 тонны крови человек за день перерабатывает, из них образуется 200 литров первичной мочи и вторичной всего 1,5-2 литра. Вот этот объем настолько большой, что малейшие систематические нарушения питания не обязательно будут сказываться на функции почек. Для того, чтобы регулировать механизм работы почек, мы теперь возьмем по мочекислому диатезу. Я сказал, что это именно характер питания, какие продукты нельзя употреблять у разного вида песка и камня. но здесь важно понять, что есть момент правильного водного режима и водный режим состоит в том, что воду желательно выпивать в первую половину дня, потому что вода выпитая во второй половине дня, уже в сторону после 16-18 часов, она перегружает почки, потому что они уже в кишечнике не усваиваются и сбрасываются организмом и почки получают нагрузку. Поэтому, когда мы много пьем водички на ночь, просыпаемся, немножко отечное лицо получается. Для того, чтобы определить моменты, как регулировать это все, это масса сосудов, это корковый слой и фильтрационные способности почек, которые очень сильно зависят в мозговом слое и в корковом от состояния сосудов. Поэтому, как правильно убрать нарушения, мы берем допустим с вами пиелонефрит, это воспалительный процесс, мы берем не гнойный его характер, не злокачественный, а обыкновенный, который связан с мочекаменной болезнью, как основанием. Для этого надо обязательно в первую очередь, на первом этапе, давать препарат, который будет ощелачивать организм и иметь функцию очистки сосудов от балластных веществ и как сорбент, который убирает все токсины, помогает почкам, облегчает их функцию. Это хлорофилл. То есть, хлорофилл имеет вид полипептида, а всегда длинная молекулярная цепочка, она имеет свойства сорбента. допустим, как у нас гемоглобин, то аналог полипептид в растениях это именно хлорофилл. Этот хлорофилл имеет вид такого, как у нас белка, только белка не животного происхождения, и он прикреплен молекулой магния. Молекула магния, она сама по себе обладает расслабляющим действием на любые гладкомускульные образования. В частности, это капиллярное кровообращение. Получается, мы получаем двойной эффект. Мы получаем эффект детоксикации сорбента и плюс еще и расслабления спазмированных сосудов, потому что при большой нагрузке длительной неправильном питании происходит перегруз капиллярного кровообращения почек. К нему же обязательно подсоединяется маринда. Почему маринда? Потому что механизм ослабления мочевыделения или усиления его тесно связан именно с гормональным фоном. Мы говорили об аденогипофизе, а это орган, который в основном при помощи рецепторов эндокринно происходит регуляция выделения мочи, в частности, антидиуретического гормона, который или же наоборот повышение давления, когда почки выделяют ремнин, и это все поступает информация в головной мозг. Так вот, что делает маринда? Маринда обладает спазмолитическим эффектом, снимает воспаление именно в органах мочеполовой сферы, и еще и регулирует гормональный фон. То есть, она балансирует между нарушением гормонального плана и регуляцией тонуса сосудов. То есть, она не дает сосудам сильно расслабляться и сильно сжиматься. Кроме того, маринда является таким продуктом, которое очень хорошо успокаивает нервную систему. И все три функции основные в одном, вместе с хлорофиллом, это первый этап восстановления функций почек при любых нарушениях. Потому что, если у человека там уже есть нарушения, связанные с песочком или камешками, то на первом этапе уралакс или юрай назначать просто нельзя. Это приведет к сильному обострению Это обострение я не раз наблюдал, поэтому уже из практического опыта, если есть нарушения в почках, связанные с нахождением песка или более того, камней, более крупного песка, то юрай на первом этапе назначать нельзя. Но вот, если это хронический процесс, вообще не связанный с муче кислым диатезом, то юрай является предметом выбора и здесь, именно при воспалительных нарушениях, и если это сильнейшее нарушение, особенно пилонефриты у детей, когда, допустим, даже антибиотики, курсы антибиотиков не дают эффекта, является это серебро, паударка и юрай. Потому что при почках всегда есть момент нарушения иммунной системы, потому что есть момент интоксикации в организме. И вот эта интоксикация или отравление организма, она приводит к снижению иммунной системы, потому что она начинает бороться более с токсическими веществами и таким образом ослабевает к действию других агентов вредных, которые воздействуют из внешней среды. Дальше. Поскольку это кровообращение, это капилляры, то есть корковый слой это масса, масса капилляров и здесь, конечно, препарат выбора это сосудистый препарат и это готу-кола. Чем он хорош? Тем, что в данном случае улучшение кровообращения почек оно всегда приводит к правильной регуляции именно сосудистого тонуса. Таким образом мы просто помогаем почкам работать правильно и улучшая кровообращение почное убирать, допустим, вместе с Мариндой убирать тот спазм и повышение выброса адреналина, который приводит потом к выработке ренина, гормона, который потом уже вторично вызывает повышение артериального давления. Это мы берем препараты первого порядка. Теперь смотрите, мы говорили о том, что почки, механизм образования песочка, камней, точно так же пригломерило нефрите воспалительный процесс, который поражает уже нефрон и поскольку огромное, вот почему так долго тянется заболевание, человек может выживать даже неправильный образ жизни, потому что 2 миллиона нефронов это огромное количество и поскольку организм обладает способностью к саморегуляции, самовосстановлению, при гломеролонефрите нефроны погибают постепенно, не сразу и вот этот процесс может быть растянут на года, даже на десятки лет и поэтому человек может чувствовать себя компенсированно и на определенном этапе даже не чувствовать этого. Так вот, активность в почек именно протеолитическая, она имеет свои границы и поэтому обязательно нужно использовать системную энзимотерапию. В лечении почек нарушений в коррекции функции почек это протеаза плюс она является основным препаратом именно в системной энзимотерапии, то есть мы должны его назначать для того, чтобы почки были всегда чистыми. Ну, мы назначаем их всегда между едой для того, чтобы фермент, который поступает туда и начинает работать, он просто очищает в принципе и корковый слой и уже мозговой слой и непосредственно саму лоханку. Теперь почки это орган, мы говорили уже сосудистый и кроме того, что он сосудистый, он и еще есть соединительная ткань, то есть плотная фиброзная капсула, которая покрывает и защищает почку. И поэтому когда когда сейчас секундочку вот здесь вот мы когда сама длительный воспалительный процесс в почках часто встречаются так называемые фибромиомы почек, кисты, они могут встречаться как в самой паренхимии, то есть в ткани почки могут быть сверху. С чем это связано? Это связано с тем, что токсические вещества, которые накапливаются в почках, уже почка не справляется, она локализует в виде таких вот вакуолей, где в самих кистах скоплено большое количество токсических веществ. И здесь сама капсула, ну это плотное фиброзное образование, для того, чтобы оно нормально функционировало, то есть оболочка была нормальная, тут нужна обязательно сера, то есть препарат, который называется МСМ. Сейчас мы начнем уже на вопросы отвечать, и сейчас я буду отвечать по поводу, я вижу уже вопрос, сейчас, секундочку, смотрите, МСМ это тот препарат, который берет и укрепляет именно капсулу почки. Раз, и мы не забываем, что почки это орган, который работает более всего, ну, больше всего с нагрузкой, он практически не прекращает, то есть процесс кровообращения идет, и почки постоянно работают. Для того, чтобы дать какой-то отдых почек надо сделать так, чтобы была нормальная регуляция функции почек, а для того, чтобы она нормально функционировала почка, нервная система должна быть нормальная. И вот, для того, чтобы нормально выделял гормоны аденогипофиз, надо обязательно помнить о том, что в регуляции функции большое значение имеет именно нутрикалма. нутрикалма, кроме успокаивающего действия, замечательная вещь, там находится 400 мг витамина С, а витамин С, если человек пьет мало воды, или, допустим, немного воды пьет, он очень хорошо влияет на выделение мочи, усиливая ее. Поэтому мы как бы убираем сразу выбираем два фактора, которые влияют на мочеотделение, и очищение. И, конечно же, я хотел еще сказать о щитовидной железе. Щитовидная железа непосредственно на почки не влияет, но она влияет на обмен веществ, на метаболизм. И поэтому, особенно в холодное время года, ну, это с точки зрения восточной медицины, надо щитовидку, конечно, кормить, для того, чтобы нормально работали почки. И человек сразу чувствует нормальный релив энергии, когда он начинает хорошо функционировать щитовидная железа. И, в частности, конечно, это КЭЛП, Маринда. И вот для сока НОНИ, в первую очередь, как бы, непосредственно, если есть проблема щитовидка почки, то, конечно же, это сок НОНИ, а не Маринда Цитрифолия, не сухая Маринда в капсулах. Это препарат выбора в данном случае. Так, ну и теперь женщина, читаю, женщина 75 лет, опущение, часто цитин, антибиотик, помогают. Нутрикалм, А, да, я, сори, я забыл, нутрикалм. Так, значит, тогда HVP. HVP, там, валериан, светосвет и хмель, они в данном случае будут действовать идентично. Женщина, я немножко только что не увидел. С чистой воды в зимний период. Дело в том, что 30 мл на килограмм массы, это неплохо, но единственный объем, единственное, что в зимнее время года меньше происходит испарение воды, поэтому фанатам не надо быть, но условие такое, что надо пить ее теплой, эту воду. 30 мл вполне достаточно, вполне, с головой. Так, мы, женщина 75 лет, антибиотики, потом снова цистит, чем можно помочь. Первый препарат, который влияет на именно воспаление при цистите, это серебро и маринда. В первую очередь, они очень хорошо, маринда регулирует именно часто мочеиспускание, а серебро является воспалением, но только серебро держать во рту, а не пить, потому что эффективность намного выше. Не меньше трех чайных ложечек в сутки. Мами 74, ревматоидный артрит для улучшения деформации сустава. Ревматоидный есть замечательная схема, это сок нони, омега, протеаза и в данном случае 74, остеоплюс. То есть, надо дать питание противовоспалительное, суставчики почистить и все будет у нее нормально. Так, едем дальше. Так, на пристеночное, а я, я посылал вашему куратору, хорошо, я пришлю, или здесь анализ на пристеночное пищеварение, обязательно пришлю вам, я ей пришлю, она вам скинет, потому что я тогда, тогда я, это все выяснил и вам замечательно. Добрый вечер, сокуру. Замечательно. Так, и еще я немножечко сейчас хочу вам сказать, вот, смотрите, принцип коррекция почки, еще есть такая штука, как биоритмы. Почки имеют определенные периоды своей хорошей работы и обострения в работе почек. Так вот, холодное время года для почек не самое лучшее время года, поэтому холодное время обязательно надо пить и есть теплую еду, летом наоборот. Для почек это очень важно и пить теплую воду, есть теплую еду и обязательно одеваться тепло, но есть такая особенность, почки очень хорошо работают, когда вы много гуляете на свежем воздухе. Если есть такая возможность у вас, обязательно надо гулять. И здесь, в этом свете, я хотел бы сказать, что препаратом, который именно в сезоне для почек, если летом для почек препаратом выбора из антиоксидантов является Е-чай, то зимой это Гриппайн. Значит, сейчас, секундочку, тут еще вопросы появились. Чтобы ночью в туалет меньше бегать, сейчас, что пить, чтобы меньше бегать в туалет. Я хочу сказать, что сказать, что пить, чтобы меньше бегать. В данном случае это Маринда. Она так регулирует. Это Маринда, ой, извините за связь. Сейчас слышно. Как я отношусь к принятию двойной почки опасно. Двойная почка, в принципе, перебарщивать нельзя с количеством жидкости при двойной почке. А так, одна оставшаяся почка, она может справляться. Только перегружать нельзя. теперь, секундочку, только что был вопрос, двойная почка. Как при мочи, при мочекаменной болезни? Вы знаете, есть разное мнение в этом плане. Я бы не сказал, что если вы верите в это, то почему нет? Я не думаю, что это будет очень... там много очень всяких нюансов, и уринотерапия как метод он имеет право на быть, но насколько он эффективен, сложно судить. В моей практике это весьма разные результаты, поэтому одному человеку это может помочь, а второму нет. После удаления злокачественных наобразований, как поддерживать почки. Значит, смотрите, злокачественное наобразование имеется в виду почек, если самих почек, то это весьма такой нормальный метод, ну, конечно же, это в первую очередь пау-пау. Пау-пау, он является предметом выбора зимина, он это именно регулятор на уровне клеток возможных осложнений после или повторных заболеваний, обострения в заболеваниях почек. То есть, это, конечно, такая серьезная поддержка. А никто не отменял Е-Чай, как онкопротектор, индол и паударка. В данном случае вот здесь маринду как бы не совсем. Там есть кое-какие витамины, поэтому здесь пау-пау, протеаза, индол и паударка. Вот это четыре препарата, которая именно очень сильно влияет. Так, дальше. Так, секундочку, я не вижу. Сейчас тут еще прикоксартрозе. После химиотерапии в почке лоханки рубцы. Рубцовая ткань, она убирается двумя препаратами, это протеаза и МСМ. То есть это сера, метилсульфанилметан и протеаза плюс и то и то надо пить по одной четыре раза в день. Протеазу между едой, а МСМ с едой. Это больше всего дает лучше всего результат. При коксартрозе, ну, хотя, ну, возраст коксартроза, вообще, очень можно успешно лечить, но надо понимать стадию его возраст и состояние организма. Ну, если так заглазно, если возраст, я так понимаю, не очень молодой, и если это мужчина, а, 56, а, 56, это вообще еще юная, можно сказать, юный человек. Значит, тогда здесь кальций, магний, хилат обязательно, хондроитин, глюкозамин обязательно, МСМ обязательно, омегу обязательно, и босвелия. Босвелия это в первую очередь, как противовоспалительный. Хронический пилонефрит, значит, смотрите, хронический пилонефрит это такое нарушение, которое ведет к хронической почной недостаточности, поэтому сейчас я немножко тот вопрос отвечу, отвечу. Значит, получается, что хронический пилонефрит это в первую очередь поражение нефрона, поэтому здесь нужно противовоспалительный препарат, это хлорофилмаринда по ударкам, и обязательно серебро раз в полгода, в три месяца, ну, в зависимости от на какое обострение, курсами по две недели, лишь, чтобы убрать воспалительный компонент. Есть противоказания послебилатеральной нефробластомы, так, подождите секундочку, послебилатеральной нефробластомы ребенку шесть лет. Ну, в принципе, если там же есть в смысле это нельзя, что нельзя, я не понял, что нельзя, я не понял, по поводу чего, Татьяна Ковальчук, нельзя, что нельзя, не понял. Противопоказания, дело в том, что противопоказаний как бы нет, но надо смотреть, у ребенка раз такая склонность есть, то периодически, а, что нельзя из продукции, все, что стимулирует, то есть, поливитаминные препараты, колострум, иммуностимуляторы, все это просто нельзя. Что можно, можно все препараты, которые, допустим, иммуномодулирующим, по ударкам можно, можно бифидофлору обязательно, хлорофилл курсами недлительно, можно лецитин, можно ферменты, это все можно пить, а вот витамины, пчелиную пыльцу и все, что стимулирует, нельзя. Воспаление очень болевого власти почек, моча мутная, если не приятно, ну, это острый цистит, как минимум, эпилонефрит, тут сразу же берем серебро, три раза по чайной ложке под язык, пять минут держать, обязательно берем по ударкам, обязательно берем маринду, как снятие именно воспаления, и для того, чтобы облегчить это все, обязательно хлорофилл, и будет шикарный результат. Таня, ну, я, Лия Фазлеева, антибиотики при таком состоянии можно только коротким курсом, типа нафлоксоцином, и все, долго нельзя, потому что почки не любят антибиотики. Так, у женщины удалена почка, в сентябре абсцесс, еще обострение остеохондроза, можно, чтобы не навредить, хлорофилл, уралакс, ну, уралакс при удаленной почке очень аккуратно одну капсулу, кубосвилию можно, хлорофилл можно, обязательно сюда надо добавлять маринду и паударку, тут навредить никак, вы не навредите этими препаратами, но обязательно протазу добавлять для того, чтобы облегчить работу почки, по-другому никак. Так, сейчас, секундочку, хронический, хронический, да, вот, паупау, вообще, раньше говорили, я даже не понимаю, сейчас мы тут промониторили паупау, новый, я не знаю, как в России, но у нас пришла новая, паупау, там 180 капсул, там дозировка 8,5 идет, американский паупау содержит 17 мг оземины, поэтому я не знаю, как пишут, они профилактически можно, но я бы так не думал, из практики надо хоть какое-то подтверждение, именно это специфический препарат, поэтому не надо этого делать. Олег Кузьмицкий, хроническая, сейчас, секундочку, при высоком давлении, механизм образования давления, если это почная, это ренин, то есть, достаточное количество воды обязательно, вот этот механизм обратного противотока в петле Генли, надо обязательно его регулировать, а ренин регулируется обязательно при помощи протеазы, это фермент, как системная энзимотерапия, в первую очередь с этого начинать, и обязательно здесь использовать сок нони, больше идет, и омегу. Чтобы не задыхаться, Кузьминскому отвечаю, сейчас я отвечу обязательно, и смотрите, обязательно, здесь уже есть у меня несколько, много довольно-таки пациентов, это гистоблок, который именно блокирует бронхоспазм буплером, эти два препарата обязательно, свободное дыхание, вот эти три препарата именно для того, чтобы регулировать хроническое заболевание легких, чтобы не задыхаться, потому что буплером он как именно действует, как действующий кортизол, наподобие пшикала, которая беротека и подобным ему, так, масло чайно, в нос, конечно, конечно, Ковальчук, да, конечно, можно, почему нет, при высоком давлении, я сказал, нет, так, ну, драгоценное, уже, в принципе, наше время истекло, еще, если кто-то хочет один вопрос, мы будем заканчивать наш семинар, больше всего, я хочу вам сказать, что для почек, это даже не слова, очень важна профилактика, то есть, мы не можем нормально, нормально функционировать, именно, да, гистабрес, из, и буплерум, обязательно, буплерум, еще, именно, по легким, то есть, профилактика для почек, это основное, то, что необходимо, так, что еще, сложно, это вопрос, когда появится к брехову, это не ко мне, все, ага, Надежда Калашникова, коксартроз, я не ответил, значит, а, ну я ответил, все, 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 да, все, благодарю, благодарю, коллеги, буплерум, буплерум, гистаблок, брес, из буплерум, окей, я вам тоже благодарен, за внимание, окей, все, до свидания, до следующих встреч, 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 до следующих встреч,